Добрый день, друзья! Меня зовут Анара. Я рада вас приветствовать. Я замужем, и мы с мужем воспитываем четверых детей. Мы проживаем сейчас в Миннесоте. И 14 марта в вашей местности, в церкви Ревайвл, ожидается конференция, которую я буду проводить, и тема конференции, созданная «Любить». Всем нам, выходцам бывшего Советского Союза, известно слово «дефицит». Если вы помните, был дефицит, когда трудно было достать какие-то продукты, одежду и даже книги. Здесь, в Америке, мы не знаем этого. И люди многие не знают. Можно купить всё, что угодно, найти всё, что угодно. Здесь изобилие, и это слово неактуально. Но оно актуально в другом смысле. Сейчас дефицит любви в семьях, в церкви, в обществе. И я бы хотела пригласить вас, чтобы мы учились любить. Я думаю, один из важнейших глаголов Нового Завета — это учиться. Всему можно научиться. Научиться любить мужа со сложным характером. Научиться любить детей, когда они проходят сложный период подросткового возраста. Научиться соседей неразивых, может быть. И вообще, приходите, мы отлично проведём время. И в пожелании, хочу сказать, вот апостол Павел, в послании филиппийцам, первая глава, в 9 стихе говорит, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё и более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Мы будем познавать и учиться, как нужно любить своих ближних. Привет, меня зовут Лена, и я живу в штате Миннесоте, 6 лет. Три года назад я опустила женскую конференцию, которую проводила Анара. Эта конференция проходила среди 8 славянских бавчинских церквей. Для меня очень важной мыслью стало, что женщина-христианка должна пребывать на лозе, должна пребывать во Христе. Тогда она будет видеть плоды радости в отношениях с мужем, с детьми, среди окружающих. И я также пригласила на эту конференцию свою подругу. Она не христианка, она из мусульманской семьи. Но для неё эта конференция стала очень большим благословением. Её отношение с мужем, её брак был практически на грани развода. После этой конференции она очень изменилась. Она прочитывала вновь и вновь материалы, которые она получила на этой конференции. И сейчас они имеют ребёнка, они купили дом, они очень счастливы. И я уверена, что, может быть, через несколько лет она сможет всё-таки своей семье прийти ко Христу. Я очень советую вам посетить приближающуюся конференцию, которая будет о любви. И я уверена, что она для вас станет также огромным-огромным благословением. Меня зовут Юлия. Я знакома с Анарой почти за три года. За это время я научилась от неё, как быть лучшей матерью и лучшей женой для моего мужа. У меня двое маленьких детей, и мы женаты пять лет. Приходите на конференцию «Созданное любить». Вы получите большое наставление, ободрение в вашей роли. И также вы получите радость от той работы, которую Господь положил вам в это время жизни. Да благословит вас Господь! Продолжение следует...